Спасти до 8 человек после своей смерти может любой украинец. Достаточно стать добровольным донором. На этой неделе Верховная Радия приняли новый закон о трансплантации. Какие изменения он сулит, кого может спасти, а кто окажется в зоне риска, разбиралась Анна Полякова. Сотни миллионов гривен из бюджета и десятки смертей тех, кто так и не дождался своей очереди на операцию за границей. Таковы неутешительные данные с трансплантологией для украинцев. Новый закон о трансплантации дает шанс все изменить. Ване 4 года. Мальчик любит игры на телефоне и у него есть хобби – рыбалка. Этой зимой он попал в больницу с серьезным диагнозом. Ваня поступил к нам в феврале с диагнозом нейробластомоза брюшенного пространства с поражением печени. Теперь ребенку предстоит пройти курс лечения, в числе которого трансплантация костного мозга. Лечение очень длительное и достаточно тяжелое. По стандарту немецких протоколов, которых мы лечим, это курс химиотерапии, 4-6 блоков химиотерапии и проведение оперативного лечения и мегадозовой химиотерапии с пересадкой костного мозга. А что ты будешь делать, когда выздоровеешь? Что первое сделаешь? Что первое? Поеду. Новый мам. На сегодняшний день трансплантация костного мозга осуществляется в Киеве. По словам медиков, проблем в этом аспекте нет, разве что финансового характера. А вот трансплантация органов, они есть и многочисленные. Новый закон, который в Верховной Раде приняли на этой неделе, по мнению политиков и общественных деятелей, призван эту ситуацию в корне изменить. В его основе презумпция несогласия. Органы можно будет получать только, если человек за жизнь высловила свою сгоду на это донорство. А для того, чтобы люди высловывали эту сгоду, с людьми нужно говорить и им нужно пояснивать, что донорство – это доброе, что одна людина после своей смерти может врятовать 5-7 жизней, что мертвые органы уже не нужны, что не нужно этого бояться, потому что не страшно быть донором после смерти, страшно быть реципиентом за жизнь. Опасения украинцев об активации деятельности черного рынка органов политики нивелируют. Многие депутаты говорят, перед тем, как проголосовать, советовались с медиками. Сегодня любой добрый намер и закон может быть использован в Украине на самом деле на злолюдям через недосконаленность правоохранительной, судовой системы. Вы понимаете, про что я. Все те риски, которые сегодня есть. Но я радился с Харковским, ну я с Харкова сам, с лекарями, которые не просто профессионалами в своей справе, но и, знаете, добропорядными людьми на самом деле. Я звонил и радился. Я голосовал. Мне сказал Роман, даже не думает, голосуй, потому что это спасает тысячи людских жизней. На деле принятие закона – это первый шаг. Нужно разработать целую систему, отвечающую за базу данных доноров, логистику и прочее. Теперь после этого закона будут созданы две базы данных электронных. База данных рецепиентов, то есть кому нужно присаживать, база данных доноров. И тогда уже в случае трагедии с кем-либо, как правило, это после дорожно-транспортных происшествий, это пять тысяч в год, будут эти органы браться. Кроме того, остается возможность брать согласие родственников по тем людям, которые свое согласие при жизни не дали. Это тоже остается в этом законе. Новый закон вряд ли станет панацеей, но дает надежду на то, что ситуация все же изменится. Если система начнет работать, информационный пространство будет расширен и до каждого гражданина будет донесена объективная информация о трансплантации, то сгодом наше общество, я думаю, пойдет на такие кроки, чтобы принимать решения до сгоды или не сгоды. В теории спасет тысячи жизней и даст толчок отечественной медицине. А вот каким на практике окажется новый закон о трансплантации, станет ясно не менее, чем через год, когда он вступит в действие. Анна Полякова, Богдан Красавцев, Юрий Юрченко, Виталий Кононов, 7 канал.